Всем привет дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Фермер Симулятор 15 на карте Один Российский Край. Это карта которую я сделал для этой игры. Ну и как видите второй день подряд я продолжаю убирать картошку. То есть мы начали где-то в час дня прошлого. И сейчас продолжаем убирать эту картошку. И сейчас вот у нас утро. Практически 6 утра. То есть я убирал картошку всю ночь. Пришлось кстати задействовать наш новый КамАЗ и его намазать. Я его не хотел брать. Хотел его там оставить для чего-то еще. Но двумя КамАЗами оказалось намного быстрее и выгоднее. То есть у меня трактор работает без остановки. То есть вот так вот КамАЗы подходят, загружаются и уходят. То есть вот такая вот у нас продолжается работа интересная. В общем работаем вот так вот двумя КамАЗами. Кстати вывез я уже вы не поверите. Где-то если у нас было 34 тонны то 320 тысяч литров я вывез с этого поля. Причем смотрите еще мне где-то... Я тут потихонечку и культивирую. То есть у меня вот там стоит трактор Т-150. Ну и не культивирую не я, а культивировал Михалыч. Он тут покультивирует, покультивирует, потом уедет. Потом опять приедет на своей машине. Покультивирует, покультивирует и уедет. Сейчас его еще пока нету. То есть вот где-то мне осталось может быть 1,4 поле. И вот дофига очень собрали картошки. Спросов пока правда никаких нету. Продолжаем в общем работать, собирать картошку. Сегодня я бы еще хотел заняться там вывозом соломы. Потому что я практически скультивировал все поля. Но солома с 6 поля у нас не убрана. И поэтому я скультивировать 6 поле у нас не могу. У нас есть, как вы помните, РСМ-1403. Также я приобрел там один большой прицеп на 17 тысяч литров. Будем его использовать, прицепив к трактору. Ну и будем работать дальше. Кстати говоря, свиноптики нам сегодня передают пасмурную погоду. Но пока сотрится погодка неплохая. Ни одной тучки. Там вот облачка, солнышко. Хотелось бы конечно убрать урожай до дождя. Так подъехал тут КамАЗ. Разгружаемся. Так конечно было забавно ночью убирать там. КамАЗ когда подъезжает, включаешь ему задние огни. Чтобы он видел куда ему подъезжать. Хоть по зеркалу. Ну чтобы выгружать. В общем было так интересно достаточно ночью. Но правда не было смысла какого-то записывать. Потому что это однообразная работа. Я тут работаю, работаю. Вожу, вожу эту картошку. Вот. Так что хотелось бы закончить уборку картофеля до дождя. Потому что синоптики прям обещают не то, что пасмурно, а прям аж с дождем. В общем посмотрим, что будет. Так, ну вот ребята мы на базе. Давайте я вам продемонстрирую наш новый прицеп. Вот такой вот здоровый. Таскать его будем Т-150 или вот этим нашим новым ХТЗ. Технику всю расставил по анхарам. То есть видите тут у нас стоят наши комбайны чистые, заправленные. Ну а дон сюда не влез. Пришлось поставить его вот сюда в мастерске. Вот он тоже стоит чистый, заправленный. Ну а мы с вами сейчас заведем наш ХТЗ 17221. Блин с этой стороны грязный. Наверное попробую с той стороны дверь открыть. Хотя тут не чище, сейчас как-нибудь по крылу пролезем, в кабину залезем. Вот. И я хотел нашим старым подборщикам подобрать солому и отвезти там на подстилку коровам и в склады. То есть один прицеп мы отвезем на подстилку и в склад солома. Остальное будем нашим подбирать РСМом и возить уже в первую силостную яму. Ну что ж, пробуем тут аккуратненько залезть в трактор и отправляемся работать. Так, забрался в трактор. Давайте его заведем. Так, что тут с топливом? Чуть меньше полбака. Этого пока достаточно нам. То есть заправляться я не буду. Ну в принципе, представляете, докультивировал вот это большое четвертое поле, закультивировал пятое поле. И вот еще осталось у него чуть меньше полбака. Потому что заправлял я, конечно же, его полным. Так, где там наша солома? Вот она лежит. Но тут, правда, рядков мало. Не знаю, может быть у нас все рядки уйдут только на подстилку. Посмотрим. Я потому что тут старался делать их длинные во всю длину. Чтобы клочков не оставалось маленьких. Так, опускаем, включаем. Ну, поедем набирать. Посмотрим, сколько же рядков наберется. Ну, со скольких рядков наберется один прицеп, ребята. Так, ребята, набрали полный прицеп, пройдя три с половиной рядка. То есть, вы видите, ходил через один рядок. Потому что так удобнее потом будет разворачиваться на нашем силосном комбайне. Поэтому, именно ходил я вот так вот через рядок. Так, поехали сейчас. Разгрузим, что влезет. Как подстилку. В эти коронки. Ну, а остальное тогда в склады. Ну, потом отгоним наш трактор на базу. Отцепим прицеп. Мы прицепим наш новый прицеп. Заведем комбайн. Давно он не заводился. Он уже давно стоит. Смотрите, стоял всю посевную. Потом стоял уборочную. Сейчас еще стоит. В общем, очень-очень все это долго. Так, заезжаем. Разгружаемся. Ой, нет. Я отцепился. Надо поближе подъехать. Разгружаемся. Или не разгружаемся. Наверное, не разгружаемся. Наверное, полный. Да, ребят. Наверное, полный. Так, давайте сюда тогда еще заедем. Попробуем. Но если не разгружается, значит, стопудово тут уже соломы много. И она не нужна. И вот так вот подъедем давайте. Не, не разгружается. Значит, соломы тут много. Так, здесь мы не выйдем. Поехали тогда в склады разгружаться. В складах солома всегда пригодится. Так. Спускаемся вниз. Здесь стоит наш трактор. С кормораздатчиком. Надо, кстати, как-нибудь корол накормить. Там у них как раз кормосмесь кончилась. Так, Камазы там где-то застряли. Тут, кстати, соломы больше, чем травы. Надо будет потом как-нибудь травы подвести. Хотя у нас тут и затюкованное все это дело есть. Так. Разгружаемся. Вот это куча. Так, наверное, выхвал я за триггер, да? Давайте еще поближе подъедем. Вот это куча, я понимаю. Давай, давай. О, упали тюки. Все. Сейчас возвращаемся, в общем-то, на базу. Перецепляем прицеп. Ну, берем наш силосный комбайн. И отправляемся, опять же, собирать солому только уже на силос. Так, ну вот, в общем, перецепился. Помыл трактор, заправил. Помыл он, прицеп стоит. Сейчас пойдем заводить наш РСМ. И этот, который 1403. Ну, и попросим Николаевича поработать с нами на ХТЗ. И будем заниматься силосом. Так, садимся. Запускаем мотор. Выезжаем аккуратно. Так, как бы тут ничего не задеть. Пройду. Прошел. Так, а где у нас подборщик-то лежит? Там, наверное, с той стороны, да? Так. Да, вот они у нас лежат. И подборщики, и косы. Нам нужен именно вот этот подборщик. Прицепляемся. Так, ну и ждем Николаевича. И едем с вами на поле. Так, ну все, Николаевич пришел. В общем, выезжаем. Так, аккуратно. О, он едет на ХТЗ с большим этим прицепом. О, он. Все, едем на поле. Такой новый. Так мало мы на нем работали. На этом комбайне. Так. Подъезжаем. Выставляем трубу. Подъезжаем. Включаем все это дело. Работает? Работает. Ну и ждем, сейчас подъедет. Встанет как надо. И поедем тогда убирать солому. Так, ну вот. В общем, приступаем, да? Грузится. Грузится. Текстура, правда, немножко какая-то странная. Ну ты что, как-то встал, блин, не пойми как. Поехали по прямой. Поехали по прямой. Хватит вилять. Давай, 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 выравнивайся. О, молодец. Все, газуем, ребята. Ну, наверное, так же вот эти буду ходить. Без один. Красота-то какая, да? Убираем солому. Потом же этим же возможным трактором будем здесь культивировать. Ну и там сейчас, в принципе, освободится трактор с картошки, который будет уже сеять с нашей новой сеялкой. Так. Не знаю, как мы сейчас развернемся. Удачно, неудачно. Даже, наверное, давайте вот так по широкой вообще буду разворачиваться. Ну, неплохо, неплохо. В общем, продолжаем, ребят, работать. Так. Первый прицеп есть. Поехали. Такой он здоровый. Прицеп этот. Так. Как нам проехать к Сивоснайяме? Вот этой дорогой. Да, тут прилично рядков-то убирать. Так. Ну, тут, видите, все уже закультивировано. Блин, еще же удобрять. Надо как-нибудь отправить трактора. У нас как раз они простаивают, чтобы они начали удобрять. Так. Вот она, наша Сивоснайяма. Привезли в нее мы сечку. Так. Заезжаем аккуратно. И разгружаемся. Такие два здоровых гидроцилиндра. Ух, и нихрена себе куча. Все. Разгрузились. Едем обратно к комбайну. И продолжаем опять же, ребят, работать. Так, все, ребята. Закончили попею с картошкой. Убрали все. Сейчас выгрузим последнее. И повезем на базу. Так, все, разгружаемся. Давай, куда тебе лучше разгрузить? Сюда или в прицеп? Вот, в общей сложности у нас получилось сколько картошки? 409 тысяч литров. Плюс один КамАЗ еще ушел. И если этот КамАЗ, ну где-то будет, я думаю, так, 425 точно. Вот. Ну мы с вами, в общем, продолжаем возить солому на Сивос. Так, ребята, продолжаем грузить солому. Тут так достаточно много рядков придется работать, проходить. Так, ну сейчас у нас там трактор освободился с этой, с картохи. Мы сейчас его с новой сейлкой... О, куда-то завилял-то я, придурок. С новой сейлкой отправим сеять. Гляньте, завилял-то дурачок вообще. Надо будет потом вот кавачок подобрать. Ну или, в принципе, закультивируется, ничего страшного. В удобрение пойдет. Самое главное большое все собрать, большие теретки. Чтобы особо прогалов не было. Так. Надо будет потом еще, уже говорил, отправить на внесение удобрений технику. Чтобы трактора наши работали на внесение удобрений. Но пока мы продолжаем убирать солому. Так, ну так как мы тут поле убрали до конца, можно его и докультивировать. Ну, тут видите, осталось... То есть, он проходил часть комбайн, трактор с прицепным комбайном, я культивировал. То есть, и вот тут остался такой кулачок. То есть, последний проход был уже прям рядом с комбайном. Это было уже на рассвете. И потом уже... Вот это все ходил комбайн, а трактор у нас стоял, отдыхал. Камазы ушли на базу. Трактор еще стоит пока. Ну, может быть, там... Кто-нибудь его отгонит? Или я его сам отгоню? Посмотрим. Ну, а пока... Пока у нас там идет работа по перевозке соломы. Точнее, сечки из соломы в силусную яму. Мы здесь немножко покультивируем, ребят. Такой захват у него хороший, у этого культиватора. Он, правда, старый, гнилой, весь ржавый. Можно, в принципе, такой новый купить. Но зачем? Железо оно... И в Африке железо... Там, если только он более, как бы, посвежее, перекрашенный. А так, что этот работает, что тот будет работать. Никакой разницы. Я, в принципе, этот трактор, вот он вроде старый, такой, да, после капремонта покрашенный. Но продавать я его совершенно не хочу. То есть, он у нас останется. Будет у нас работать. Солнце уже повыше встает. Но спросов, почему-то, второй день никаких нету. Хотя, может быть, это и нормально. Подождем. Еще, может быть, на что-то спрос у нас появится. Пока, видите, ни на что спроса нету. Блин, вот если сейчас будет спрос на силус, будет, конечно, обидно. Потому что весь силус мы вывезли, продали. У нас силуса сейчас нету. Кановы. Ну, кстати, я говорил, что будет 425. Чуть-чуть не угадал. Получилось 418 тысяч литров. И вот такие вот у нас показатели после окончания уборочной. То есть, убрали все, что было у нас посеяно, посажено. на данный момент хочется купить, как уже вы помните, еще одно большую поле. Номер 8. Но оно стоит у нас 405 тысяч, но у нас пока таких денег нету. Причем, я купил прицеп, но и за обслуживание техники, заработал всем нашим водителям, трактористам, машинистам, комбайнером. Ушли у нас денежки, и у нас стало 193 тысячи, 434 евро. То есть, мы еще чуть-чуть упали по деньгам. Ну, не знаю, опять же, займемся или силосом, или может все-таки быть какой-нибудь спрос, и повозим урожай на продажу. Можно даже, как-то, знаете, не все повозить, а часть. То есть, по 100 этих тысяч литров оставить, там мало какой спроса, остальное все повозить. В общем, посмотрим пока. Не знаю, как пойдет. Вот. Сейчас будем продолжать дальше культивировать, продолжать дальше возить сечку на силос. Ну, а с вами увидимся в следующей серии. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, всем пока. Ну, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok